Как убить кролика? Забить кролика на мясо – одна из самых сложных задач даже для опытных фермеров. Надо не просто убить животное максимально безболезненно, но и не повредить при этом ценную шкуру. Для этого нужно знать несколько секретов, а также владеть определенными навыками. Умения приходят с опытом, главное – не бояться этой процедуры и действовать уверенно, соблюдая все инструкции. Подготовка к забою – возраст для убоя. С одной стороны, мясо старых кроликов не очень вкусное, но с другой – если забить слишком молодое животное, мяса будет мало. Поэтому очень важно знать, когда наступит подходящий срок для забоя. Следует иметь в виду, что этот срок может сдвинуться, например, из-за болезни животных. Совсем маленьких пельчат, как правило, не забивают, так как это невыгодно. Разумеется, не подлежат убою кормящие и ожидающие потомства крольчихи, если, конечно, они не болеют опасной и трудноизлечимой инфекцией, которая угрожает всему поголовью. Если среди животных стремительно распространяется какая-либо болезнь, временить с забоем не следует. Подготовка к забою Обратите внимание То, в каком возрасте забивают кроликов, зависит от их скорости набора веса. Если животные прибавляют в весе быстро, привычный срок можно сделать чуть более ранним. И, наоборот, еле зверьки медленно набирают вес, можно не спешить. Сколько растет кролик до забоя, зависит от породы. Мелкие и карликовые породы набирают вес быстрее, чем крупные. Относительно возраста, подходящего для забоя, необходимо также иметь в виду следующее, если кролики появились на свет зимой, осуществлять забой можно, когда им исполнится уже 4-5 месяцев. Животные, родившиеся летом, готовы к забою примерно в ноябре, когда полностью завершился процесс линьки. Если животным сделали прививку, например, от бешенства, забиванием придется повременить примерно месяц, иначе мясо может оказаться зараженным бактериями и того заболевания, от которого проводилась вакцинация. Нет смысла убивать животных, которые еще не весят полтора килограмма. Обратите внимание, также необходимо учитывать общее состояние здоровья животных. Инструменты для убоя и разделывания. Для убийства и правильного разделывания необходимы особые инструменты. Эти приспособления можно купить в магазинах для фермеров или сделать в домашних условиях своими руками. Главное, чтобы резать или колоть было удобно. Для этого все лезвия и острия должны быть хорошо заточены. Все действия кролика вода должны быть быстрыми. Можно приобрести инструменты не только отечественного, но и зарубежного производства, в этом случае на упаковке с оборудованием будет написанное слово «рабит кролик». Обычно к инструментам промышленного производства прилагается подробная инструкция, в которой рассказывается, как резать кролика при помощи конкретного приспособления. Чтобы без труда расправиться с кроликом и не доставить ему предсмертных мучений, фермеру понадобится специальная распорка. На ней тушку вешают вниз головой для того, чтобы было удобно ее свежевать. Округлая и плотная по структуре палка из дерева. Этой палкой бьют зверька по голове, чтобы убить без крови. Но бить нужно точно и сильно, иначе животное долго не погибнет. Острый нож, какой используют профессиональные повара в ресторанах для разделки мяса и рыбы. Также подойдут такие же поварские ножницы. Пластиковое или железное ведро. Его ставят под тушку для того, чтобы кровь не лилась по земле. Пластиковая или эмалированная миска для того, чтобы сложить в нее потроха. Все это нужно подготовить заранее, чтобы весь процесс не отнял много времени. Инструменты для убоя и разделывания кролика Подготовка кроликовода к процедуре умерщвления. Перед тем, как зарезать кролика, фермер не должен нервничать и волноваться, потому что от него требуется четкость и отложенность движений. Одно неверное движение и тушка вместе с мехом будут испорчены, а кролик будет долго мучиться. Если забой кроликов вызывает страх, лучше пригласить бывалого кролика вода, который без труда справится с задачей в считанные минуты. Чтобы правильно приготовиться к мероприятию, необходимо также иметь в виду следующее. За день до забоя животных не кормят, чтобы У них в кишечнике к моменту гибели не было кала. Если животные выглядят больными, следует пригласить к ним ветеринара для диагностики. Мясо животных, страдающих некоторыми инфекциями, категорически запрещается есть, потому что это опасно для здоровья человека. Перед тем, как заколоть кролика, нужно убедиться, что поблизости нет детей. В момент забоя также нельзя, чтобы рядом находились собаки. Вид крови может пробудить в них инстинкт охотника и поведение животного станет неуправляемым. Обратите внимание, одежду лучше одевать умную, на ней не так заметна кровь. Методы умерщвления животного Убивать нужно таким образом, чтобы потом не возникло трудностей в процессе освеживания. Убить животное меньшего размера не всегда проще, чем большого кролика. Бывает, что животное небольших размеров забивается в угол крольчатника, откуда его довольно сложно вытащить. Крупного зверя в этом плане поймать легче. Также перед тем, как убивают кроликов, сразу готовят все необходимое для разделки и освеживания. Наибольшей популярностью пользуются следующие способы убийства. Бескровное убийство при помощи удара палкой по голове. Кролику сворачивают шею, как урица или утки. Можно использовать специальный колющий штырь-шприц промышленного производства. Также можно перерезать артерием острым ножом и дождаться, пока из тушки вытечает вся кровь. Важно! Наиболее простой в исполнении и гуманный способ Первый вариант Методы умерщвления животного Свежевания тушки животного Настоящий фермер должен знать не только о том, как забить кролика в домашних условиях, но и о том, как грамотно отделить тушку от шкуры. Если правильно снять шкуру, и кроличий мех, и тушка будут выглядеть привлекательно. Это особенно важно для тех, кто продает продукты кролиководства, шкурки, разделанную крольчатину. Свежевание Важнейший этап первичной обработки мертвой тушки. Перед тем, как освежевать кролика, нужно убедиться в том, что животное уже окончательно мертвое, когда за убийство берется неопытный. Фермер Животное часто гибнет в мучительных конвульсиях, а сокращение сердца и мышц продолжается довольно долго. Свежевание проходит следующим образом. Тушка помещается на распорку вертикально вниз головой. Делается разрез шкуры. Шкура снимается чулком, хвост и уши отрезаются. Важно! Начинать свежевать можно только после того, как из животного вышла вся кровь. Разделка тушки Разделав тушку, необходимо разделить ее на части, для приготовления, жарки, тушения, варки, в ближайшее время и для заготовки впрок. Разделать кролика желательно как можно раньше, чтобы не прошло много времени с момента убийства. Перед тем, как забивать кроликов, было бы неплохо ориентировочно рассчитать общий вес мяса, который в итоге получится, чтобы знать, как его распределить. Перед тем, как разделывать кролика, нужно засучить рукава, чтобы они не мешали в процессе работы и чтобы не запачкать одежду. Разделывать освежеванную тушку можно по такому же принципу, как тушку курицы или другой домашней птицы. Мясо кролика хорошо хранится в морозилке довольно долгое время. Можно также приготовить консервы из кроличатины, используя домашний автоклав. Раздел катушки, что делать со шкурками и куда их девать. Следует задуматься не только о том, как убить кролика, но и о том, как поступить со шкуркой. Шкуры убитых животных можно сдавать в специальные организации, скупающие и у фермеров этот вид товара. Обычно в этих компаниях массово скупают шкуры для последующей переработки по довольно низким ценам. Можно выделывать шкуры самостоятельно, но для этого дома должны быть все необходимые приспособления. Обратите внимание, скорняжная мастерская в домашних условиях – это постоянный неприятный запах и риск аллергии у детей и взрослых. Шкурки кролика, особенно если зверек был неправильно освежеван, могут довольно долго сохранять дурной запах. К тому же в последнее время изделия из кролика не так популярны, как одежда из искусственного меха. Поэтому лучше всего заключить договор с частником, который занимается изготовлением меховых изделий и сбывать шкуры ему. Обрабатывают шкурку следующим образом – подвешивают в вертикальном положении. Удаляют с поверхности следы мышцы жира. Для консервации шкуру натягивают на специальный прибор из двух рек с перемычкой в середине. Убирают в место, которое хорошо вентилируется. Во время обработки нельзя сгибать края шкуры, иначе она придет в негодность. При убое кроликов и их разделке – самое главное – аккуратность и точность действий. Тогда животное погибнет, не мучаясь, ценная шкура сохранит свой товарный вид, а тушка будет выглядеть максимально привлекательно для потенциального потребителя. При возникновении затруднений следует проконсультироваться с бывалыми кролиководами. 00 в от артикле ратинг